Всем привет дорогие друзья! Благодаря вашим вопросам у меня находятся новые темы для видео. Давайте подсказывайте мне, что вам будет интересно, что бы вы хотели узнать, услышать или увидеть. Итак, друзья, перед вами две орхидеи, о которых вы мне напомнили. Напомнили о том, что я давно их вам не показывала. Одну орхидею вы не видели практически два года, другую орхидею вы не видели практически год. Что же это за орхидеи? Начнем, думаю, вот с этой орхидеюшки. Эта орхидея стоит на аватарке моего канала во всех соцсетях, как ютуб, так дзен, так и ярус. Однажды приключился случай, что я ее чуть не потеряла, она получила обморожение, как и другие мои орхидеи. Кто давно на моем канале, тот знает, что однажды заморозила я практически весь подоконник. И очень мало, что получилось с метода спасти. Далее я ее разместила с двумя корнями. Один был очень коротенький, другой, ну такой длинненький, ветвился. Но это совершенно небольшая часть корневой системы. Которая была размещена в ведерко из-под майонеза, в закрытую систему. Сейчас я ставлю кадры предыстории с двух видео, напомнить в каком состоянии она была тогда и покажу, что сейчас с ней. Мы с вами на канале тестируем уже ряд орхидеи. И вторая еще орхидея, которая тоже недорога сердцу, это орхидея стоит на аватарке нашего канала. Очень красивая орхидея, поэтому потерять ее вообще не хочется. В продажах бывает редко. Была у нее шикарная корневая система, хорошо она росла. Но, к сожалению, тоже приморозила, превратилась в холодец. Все эти сопли, слюни я сняла и тяжики, как видите, не убирала. Также разместила в посадку. Здесь оставалось два корешочка, ну таких полуживых. Вот этот вот, смотрю, тоже уже на исходе. И вот тут тоже есть несколько, видно, конденсат. То есть тяжики не убрала, поместила все это в посадочку. Вот корешочек тут, который сверху, он немножко, видите, подгнил. Также обработала его коктейлем нашим. Орхидейку. В надежде, что поможет. Вот, все тяжики светленькие. Не заставило труда снять все эти сопли, повторюсь. И вот, смотрите, о чудо, я так рада. Вы знаете, пейте, танцевать охота этот раз. И второе. Вот маленький листик проклюнулся. Я надеюсь, вам видно. Ну, такая вот сидит лошадка. С потерянным уже тургером. Она у меня упала еще, к тому же, повредила весь лист. Ну, новый корешочек, естественно, меня радует. И вот он там, маленький-маленький листочек. Жалко ее очень. Надеюсь, что у нас все будет с ней хорошо. Орхидею рассказывала, что после обморожения она у меня пострадала. Я обработала ее также аминокислотным коктейлем. После чего она выпустила у меня листик. Вот его можно видеть. И выпустила корешочек. Я вот напоминаю, что 4 дня назад было то видео. Сейчас мы найдем, сделаем стоп-кадр. Попробуем. Вот как у меня получилось сделать этот стоп-кадр. Так, и давайте посмотрим, что у нас на данный момент. И сейчас найдем то самое место, которое мы там зафиксировали. Вот оно. И посмотрите, что у нас творится. Прошло 4 дня. Смотрите. Раз раскукленный корешочек. Два раскукленный корешочек. И вот тут три раскукленных корешочек. Это обалденный результат. Я считаю, что это да, весна-весной. Но почему-то у меня не все так орхидейки откликаются. И вот говорила, что после обработки вот у меня корешочек. Кто внимательный, тоже посмотрит то видео. Вот этого корешочка, вот этого маленького красавца не было. Ребята, это все за 4 дня. Вы понимаете? Орхидейка дважды была. Дважды обработана этим коктейлем. Итак, друзья, это все та же самая орхидея. Не могу сказать, что за 2 года очень кардинальные изменения она получила. Но все же получила. Это для тех, кто спрашивал, а как же она поживает. Я не знаю, давно мы не видели. Если эти вопросы задавались не с иронией. Мол того, жива или уже нет ее. Она жива. Вот он листик. Тот, который вот надломленный, она у меня еще упала в тот момент. Остальная часть, это то, что наросло практически за оставшиеся 2 года. Получается 3 и 3 листа. 6 листьев практически за 2 года эта орхидея выпустила. Первые признаки к жизни она показала тогда, когда я обработала ее аминокислотным коктейлем. Снимала я видео про нее, как вы поняли, когда я ее пересадила. Что размещала я ее сюда стежами. Два корня, которые вот он до сих пор вот он есть. Один начал тогда подгнивать. И один уходил там внутри. Он немножко был закручен. Ну, как бы с разветвлением. Это все, что было. Остальное куча-куча тяжей в горшке. Сейчас вот такая вот корневая система. Она достаточно, ну, я бы сказала, богатая. В отличие от той, что была. Вот такая ситуация в горшке. Конечно, тут имеются водоросли. И вот первые результаты буквально пошли после коктейля. Один раз применила. Корешочки полезли с листочком. Второй раз еще больше полезли корешочки. И вот такая вот красоточка. Слава богу, у меня получилось ее спасти. Да, она у меня вот такая вот заваленная на бочок лежит. Но я ее шибко не дергаю, не трогаю. Вот есть уже как есть. Вот воздушные корешочки тоже, смотрите. Они тут, ну, единственное, касаются, когда периодически ее достаю. То полить, то еще что-то. Вот, когда касается, обламывается, закукливается. Вот тут тоже сбила нечаянно корешочек. И он, видите, остановился, ну, таким же макаром. То рукой, то ногтем, то еще чем. Рост. Ну, вот, жива. До сих пор ни разу не цвела. Вот, посмотрите. То есть, когда я ее получила, вот, с этих мест вот были цветоносы. На аватаре стоит это не домашнее цветение. И больше ни в одной пазухе она не выпустила ни одного цветоносика. Только вот корни воздушные и те, что в горшочке. Я хочу ее сейчас с вами заодно... Так, сейчас. У меня тут немножко оставалось удобрение. Вот тут уже синенькая Гроумор для цветения. Вот оно осталось ни туда, ни сюда. Я его нашла. Давайте еще раз попробуем протестировать вот это удобрение. Может быть, все-таки она мне выпустит цветоносик хоть один. И хоть раз меня порадует. Потому что я считаю, что уже с такой корневой системой цвести орхидея должна. Там их много корней, поверьте. Может, вам не все видны, но при детальном осмотре туда даже глубь залазишь. Там вот они есть. Не только по поверхности. Больше, честно, по поверхности. Ну и там внутри. Ну и плюс и воздушных корешочков вполне хватает. Которые тоже черпают какую-то влажность с этого воздуха. Так, отставляем в сторону. Сейчас мы ее тоже прольем. Потом через какое-то время покажу, произошли изменения или нет. Увидим мы ее цветение или нет. И сейчас я вам покажу вот эту орхидею, которую вы не узнаете. Значит, была у меня история, очень неприятная история с одним продавцом, который прислал мне орхидею. Орхо, гнилье назывался. Ролик за 10 тысяч. Было это, по-моему, поначалу, весной. Это, наверное, апрель был где-то. Может, ошибаюсь, но это была весна. Значит, прислала она мне. Три орхидеи я заказывала взрослые, пилоричные формы. Сейчас за 10 тысяч, может, три с пилоричностью не возьмешь, но тогда было бы возможно. Одна из них была тогда паприка с мутацией, не бабочки, по-моему, если не ошибаюсь, с пилор. Другая была бабулеточка, которую до сих пор нигде не видела, интересная. И одна была парфюмерная фабрика с кентю. Продавец перед отправкой не сделал ни фото, ничего. Резко просто выслал трек и вот эти орхидеи. Орхидеи все предварительно, то есть те, которые я бронировала, я их уже узнать не могла. Фотографии не было, и она их пересадила в горшки. Брала торт в стакан, пересадила в горшки. Они пришли какие-то мокрые, сопревшие, полностью там вываливались с горшка. И один был азиат, который был просто насквозь мокрый. В общем-то, что? Четыре орхидеи, которые я периодически циряла. Я показывала, снимала ролики. И, в общем-то, сейчас, в принципе, ставлю тоже немножко предысторию, кто не так давно на моем канале, чтобы сильно не рыться, но примерно понимать. И обратите внимание на парфюмерную фабрику, на ее листву тогда. Все нормально, вон. Все. Вот здесь открывал, тут говорю, мокрый. Трэш. Здесь торт в стакан, смотрю. Тут тоже корни все попросили. Вот как-то, Катя. Ты сама видишь, что ко мне пришло и дошло, и в каком состоянии. Плакать хочется. Давай что-то делать. Вон. Серое и мокрое. Черное, серое внутри, видишь, сковырнуло. И оно мокрое. Вот они, поэтому и корни пошли, у сушка у них, от сушка. Поэтому листья желтят, шея, видишь, гниет. Вот, сковырнуло с лицом. И вот в этом месте вот пошли корешочки. Сушиться. Не могу. Жалко же. Я так ждала. Успокоиться не может. Такие красивые сорта. И вот тут тоже вот паприка, которая. Вот, на вид-то вроде зеленый, а их берешь, они вот в водоросли его. Не очень все хорошо получается, так сказать. Вот, смотри. Сейчас мы возьмем. Видишь? Вот такая вот петруха. Это тоже гнилой. Окей, вот, куда делась. Сейчас поймаю. Не было его. Ну, я вообще не знаю, Катюша. Давай как-то по совести, как-то к чему-то придем, потому что, ну, не хочется, чтобы все это было нормально. И вот желтение. У фабрики непростое, два листа зажелтела. Там шеи гниет. Итак, она просмотрела эти видео и сидела, молчала. Не один час я посмотрела, что она просмотрела и пишу. Катюша, как будем выходить с этой ситуацией? Ты же видишь, в каком состоянии цветы. Скорее всего, и видела, когда отправляла. Давай что-нибудь решать. Они лежат у меня на кухонном столе, занимают место, при этом не получая должного ухода и необходимых мер, так как мы с тобой ни к чему пока не пришли. Мне что с ними делать? Могу тебе отправить обратно, ты вернешь мне денежку. Отправить смогу послезавтра, упакую в ту же коробочку, хоть на этом сэкономим. Или предлагаю сама варианты. Но так дело не пойдет. Там две... Они не стоят этих денег, которые я за них отдала. Жду ответа. Дочь болеет, тоже требует внимания. А у меня эти ситуации тяготет, лежат на столе бедолаги не туда и не сюда. Вот, я увидела, что она просмотрела, прочитала и даже что-то начинала писать. Вот. Как вы видите, что добавить друзьям. Вы, наверное, уже догадались. Давайте посмотрим, что же произошло. Произошла у нас ситуация такая. Опа. И я в черном списке. Человек никак не захотел решать вопрос. Ни в каком ключе. Тоже посмотрите, сколько у нее друзей. Но человек не захотел решать данную ситуацию. Поступил вот так вот. Напомню, что остались у нее две моих оплаченные брони. Орхидеи она выслала мокрые. Отчего сприли корни. При этом они были перед отправкой пересажены. Убран торфстакан. И везде кора. Ну, одинаковые фракции. На просьбу вернуть деньги даже девочки ей писали. Со своих оконтов. Она всех сразу поместила в черный список. Так как друзей у меня с ней очень много. И даже мои знакомые девочки у нее оплачивали уже брони. Они переживают и не пишут ей, чтобы не попасть в такой же ситуации. Чтобы не попасть в черный список. И вот выжила у меня только, как вы понимаете, парфюмерная фабрика. Причем в комментариях писали, а вы уверены, и это парфюмерная фабрика, скиньте он бабочкам. Вы уверены, что это парфюмерка? Потому что практически крапа на ней не было. Реально почти крапа не было. И бабочки была гниль на шее. То есть там были корни, часть корней. Ну, такой относительно неплохой. Потом, когда при получении два листа желтела, и где-то вот на середине была гниль, черная гниль, мокнущая. И я пересадила ее, обработав все. В общем-то, это вот она. То есть это уже не она. Вот она, пенечек от нее остался. Пересадив, там были ее корни. Естественно, они сейчас пропали. И пенечек-то этот уже, я так понимаю, высох. Пропал. То есть от него толку тут уже нет. Но я боюсь отделять, честно. Боюсь отделять эту детку. Вот прям впритык сидит. Тут даже не подлезть. В общем, посадила я эту фабрику в этот горшочек. Она какое-то время более-менее что-то попыталась. И потом, как вы видите, пропал этот пенечек. Естественно, сбросила корни. Вот эти корни, как я полагаю, это уже корни от новой детки. Вот они. Потому что пенечек уже похоже, что все, скопытился. Вот этот корешок, который уходит, вот он, наверное, здесь вылазит. Вот корешок от нее. Или вот этот корешок вот здесь вылазит. Ну, в общем-то, я думаю, что даже те, которые здесь остались, корешочки. Тут есть немножко, ой, как бы, не покажу, наверное. То есть есть тут немножко проглядывается. Может, плохо видно, но вот он. Сейчас возьму. Вот тоже. Вон, то есть есть. Вот идет. Плохо видно, но. Я думаю, все-таки, что это уже от детки. Могу ошибаться. Но вот, по видимости, вот то, что наблюдаю, извиняюсь, уехала. Тут это все-таки. Тут вот от пенька вот они, сухие. Никакие. В общем, эта фабрика дала мне детку. И это действительно детка фабрики. Видите, вот здесь прослеживается четкий краб. Вопрос. Зацветет ли эта детка вообще бабочкой? Потому что с продавцом я ссылку тоже ставлю, чтобы вы почитали комментарии. Это ужасный продавец. И очень много комментариев и жалоб. И у меня, ну, не знакомые, а девочки, которых я знаю, да, то есть посреди. Она их так же опрокинула. И если фотографию выставляла одного растения, присылала совершенно другое. И была замечена в таких махинациях, когда детки дорогих сортов бабочек, вместо них она выдавала голландию, сняв торф в стакан и разместив мох. Такое тоже было. И такой есть отзыв в интернете. Девочки, получившие, разбирая мох, они увидели вот эту торфяную часть. Знаете, вот бывают остатки на корнях вот этого торфа, торфяной губки. Вот такая вот история. Вот вы мне напомнили про эти две орхидеи. Я вам их показываю. Спасибо за ваши вопросы. Пишите в таких рубриках вопросы и ответы, чтобы вот под этим постом, прям под этим видео, в комментариях пишите, что бы вы еще хотели увидеть, узнать. И я буду также отвечать вам, стараться отвечать на ваши вопросы. И так вот мы найдем друг с другом связь. Никуда не потеряются ваши вопросы, и я буду стараться на них отвечать. Сейчас мы здесь, также вот эта же закрытая система, здесь нет дырочек. Мы ее прольем, попробуем все-таки с ГРОУНЬОР и посмотрим, через какое-то время будет результат или нет. Вот, друзья, берем из расчета 1 грамм на литр воды голубого удобрения. Свет голубой-то, я думаю, просто, чтобы различать, не что больше, не что иное. Что-то тут попала крупинка какая-то. Так, и формула 6-30-30, то есть прям для цветения одной рукой мне неудобно. Сейчас прям, видели, она сухая у меня орхидеечка. Я сейчас прям залью ее практически полностью. Ну вот. Ну тут что осталось вот так. Так, и она у меня прям постоит минут 20, потом полностью воду солью, и все, весь полив. А так-то замачиванием я особо не увлекаюсь. Вот так чуть-чуть пролью, и все, оставляю водичку там, ну, на полсантиметра. И все, ей достаточно. Все, друзья, вот такое видео. Сдавайте вопросы, буду рада вас всех видеть, буду рада вас всех слышать. И буду стараться отвечать на ваши комментарии. Потому что я уже даже и забыла про них, что я вам действительно их давно не показывала. У кого-то это интересно. Живы, можно сказать, здоровы. Вот такая вот милота на данный момент. Всем пока-пока. Будут результаты или нет, расскажу в следующих видео.